Ребята, все-все-все, выключаем свет, телефоны оставляем, давай, Ктур, тоже телефон отключаем, ложимся спать. Все, спокойной ночи всем, пока-пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А, Тур, а тебе не страшно спать? Дэвид, если честно, я тоже хочу спать, поэтому давай, ложись. Ладно. По-моему, там в углу кто-то есть. Дэвид, какой угол? Сейчас ты будешь в нем стоять, потому что тебя туда папа поставит, потому что не спишь. Все, не мешай, вляжь и спи. Там точно кто-то есть. Точно, там Грэнни. Давид, какая еще Грэнни? Какая еще Грэнни, действительно. Ты чего кричишь, Дэвид? Что случилось? Там в углу только что было Грэнни. Грэнни. Какая еще Грэнни? Слушай, про Грэнни я вообще уже не слышал пару лет. Да он, наверное, переиграл в нее опять. Ха-ха, точно. Наверное, играл в нее. Она точно там была. Да он уже, наверное, успел уснуть, и вот сон приснился. Сон это то, что должны сейчас все уже видеть. Ложитесь. Давайте, все спокойно. Стоп, не уходи. Расскажи мне какую-то сказку. Хм, ладно. Хорошо. Ты только укладывайся. Ой. Итак, сказка. Жили пыли и все. Вот такая короткая сказка. Ну, папа, нормально расскажи. Ну да, тем более я вот тоже пришел. Ну ладно, хорошо. Слушайте, сказка про курочку Ряб. Нет, стоп! Давай другую. Про что тогда? Ну давай про Грэнни. Грэнни? Давай. Ладно, ладно, будет история про Грэнни, будет сказка про нее, но только если все сейчас поставят лайк. Да? Давайте быстрее! Жили-были Артур и Давид. И пробрались два брата в дом Грэнни. Быстро, бегай. Давид, иди сюда. Давид, сюда. Привет. Давид, я тут такое нашел. Настоящий дом Грэнни, и она там тоже была. Подсказывай сказки. Дом Грэнни он видел. Давид, поехали со мной. Срочно. Да, поехали, но я не верю. Все, давай быстро, пока не потемнем. Давай, давай, я сорву. Дом Грэнни. Дом Грэнни. Все, припарковали здесь, чтобы не привлекать внимания. Вон она где-то там уже. Вот здесь я ее видел, она выходила на крыльцо в таком белом платье. Страшно уже. Давай, нам нужно незаметно подойти к этому дому и заглянуть в окно. Нет, пошли уже. Ты что-то такого просто заглянул в окно, ничего страшного не случится. Ты же хотел увидеть Грэнни в реальной жизни. Адул, хватит прикалываться. Давай пошли домой. Да все, пошли. Да нет, пошли. Не туда, значит, зашли. Что там, есть она? Да пока не видно. Дай я посмотрю. Давай. Что, увидел кого-то? Нет, не видно никого. Странно, что ее сейчас не видно. Когда я один сюда пришел, заглянул в окно, она там стоит, как будто бы вообще на камень не ходит, а летит над полом. Угу. Плавно так. О, классно, я тоже хочу увидеть. Ну что? Не видел. Чёрная кошка, смотри. Классно. Говорят, некоторые ведьмы превращаются в кошек. Ого. Так может, так и есть, она убежала так, что мы можем зайти в дом? Надо уже пойти домой, а то уже тем не... Как? И что, будет страшно? Да. Да давай зайдем. Да не, давай. Ты как хочешь, ты можешь идти домой, там намного страшнее. А я зайду в дом. Да не. Дверь открыта. Я с тобой. Я пойду. Что это такое? Давай, куда пойду. Как страшно. Да. Так этот дом недавно только был построен, поэтому здесь ещё не начала не построить. Может, хорошо, что её здесь нет. А все у меня есть. Быстро будет. Что там? Дубинка? Дубинка? Быстро убегай. Все, уходим. Все, поехали. Только папе не слово. Хорошо. Хорошо. Красиво тут внутри было, да? Очень хорошо. Но уже такая ночь. Так темно. Ну, все, выезжаем. Как называется этот коттеджный городок? Да вот же, прочитай. Вот, 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 вот написано на столбе. Грэнни Хиллс? Как это? Какой Грэнни Хиллс, Артур? Я понимаю, темно. Но, внимательно. Грэн Хиллс. А, зеленые холмы. А то я уже испугался. Грэнни. Как вам вообще было? Да, понравилось. Все хорошо. Чем занимались? Да, ничем. Просто гуляли. И все. А мне показалось наоборот. Вы такие пришли. Эмоции. Так вот вообще. Я думал, что-то интересное произошло. Кого-то встретили. Нет? Да нет. Все было хорошо, как обычно. Просто ходили, гуляли. Еще приедем? Давай лучше не надо. Ну, было здесь хорошо. Масса других интересных мест есть. Давай сюда больше никогда не приезжать, а? Как это не приедем? Что там, Давид уже заснул, да? Заснул уже давно. Артур, ты тоже уже ложись, поспи. Я, наверное, вообще всю ночь спать не буду. Как это не заснул? Ну, слишком много эмоций было сегодня. А, эмоций? Ну, ты дай ее ваш. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Хорошо. Хорошо. Слушайте, мы вчера с вами поздно приехали, но сегодня утром я сажусь в машину, но смотрю, что-то не так. Что? Заглядываю в багажник, а там знаете, что лежит? Что? Сейчас покажу. Смотрите, что было в багажнике. Че это? Это не мое. Это даже не мое. Странно тогда, очень странно. Как же она тогда взялась в багажнике? И чья она? Кто ее туда положил? Мы вообще впервые видим эту вещь. Да, мы никогда не видели эту биту Грэнни. Как ты назвал? Бит-то кого? Грэнни. Ну, это как в игре такая проблема. Откуда она взялась в моей машине? Точно не вы, ребята? Да я ее вообще первый раз вижу. Да, Вик, признавайся, наверное, ты? Нет, я тоже не был. Тогда не знаю. Пойду лучше ее выброшу и руки помою, потому что... Ну, кто же ее забросил тогда? Это ты биту взял? Нет. А я думал, ты. Да нет, точно не я. Не надо было в дом Грэнни заходить. Это ты такой. Пойдем в дом Грэнни, пойдем. Да ты же сам тут хотел зайти в этот дом. Что же будет дальше? Стоп, подожди. А если когда мы уезжали, Грэнни пробралась в багажник и ехала с нами? Может, так и было. Что знает. Друзья, напишите в комментариях, как эта бита оказалась у нас в багажнике. Да ставьте лайк, нам засмеялось, что мы пробрались в дом Грэнни. Эх, прикольно было. Это точно. Ну что, ложитесь спать. Нет, папа. Расскажи еще одну историю. Да, маленькую такую. Еще одну? Да. Ну ладно, ладно, хорошо. Однажды братья Артур и Давид решили показать папе виртуальную реальность. Но не простую, а с игрой Грэнни. Иди отсюда и срочно убежать. Быстро убегай. Куда? Не знаю. Под кровать. Пап. Не мешай, а тебе на смотрю. Пап, пришло время в Грэнни поиграть. В Грэнни давайте позже. Я уже наслышан про эту игру, но на самом деле это нужно снять на наш лучший игровой канал, чем так. Пап, ну мы тебе сделали так, что эта Грэнни будет необычная. А что это необычная? Ну потому что это будет Грэнни в реальной жизни. Хм, интересно. Ну давай. Прикольно. Вот еще, возьми. Этой штучкой управлять? Слушай, я за рулем. Я в машине, за рулем. Что нужно делать? Ну, наверное, ехать. Все работает. Ха-ха-ха, прикольно получается. Ого-го-го-го-го. Что это за лес? Ну, еду. Вокруг никакой Грэнни нет. Ну, пока что нет, да. Нормально, можно ехать дальше, да? Угу. Ну что, уже страшно? Да нет, какой там страшно. Все нормально. Что такое? Машина заглохла. Нет, 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 нет. Продолжай дальше. Пойди посмотри, что там случилось. Да, ну сейчас. Ну все. Машина не едет. Что могу сделать? Заканчивай игру. Все равно не получается. Да, давай попробуй. Может, аккумулятор сел? С аккумулятором вроде все нормально. Так, срочно нужно кому-то позвонить. Тут вообще телефон не ловит. Да тут уже вообще что-то такое происходит. Даже телефон не ловит здесь. Что делать? Ну все, игра завершена. Нет, нет, нет. Еще надо дальше. А что же делать? Попробуй найти того, кто тебе поможет. Да кто же тут поможет? Никого нет вокруг. Лес один. Прямо в лес? Надеюсь, там точно есть помощь. О! Какой-то дом. Наверное, от них можно и позвонить. Ау-у-у, есть кто дома. Ау-у-у, хозяева. Есть кто дома? Какой-то шорох. Кто-то здесь есть. Где же все? Тут кто-то есть. Доброй ночи, бабуля. Извините, я вам стучался, у меня машина заглохла. Мне бы от вас позвонить можно. Что это было? Вот теперь начинается самое интересное. Одевай шлем. Пап, ты должен осмотреться, походить по всему дому, посмотреть в шкафах, на шкафах, на столах. Даже в холодильнике можно что-то найти. Это я внутри этого дома. Угу. Убегай из этого дома. Ну да. Написано кетчупом. Да. Кетчуп. Так, нужно выйти отсюда и срочно убежать. Угу. Быстро убегай! Куда? Не знаю. Под кровать. Нет? Уш. Одевай шлем, продолжай дальше. Я должен убежать из этого дома. Угу. Кстати, сейчас вышло обновление. Можно собрать ружье и выстрелить в эту бабку. Я хочу это сделать. Это сложно? Ну, надо сначала собрать этот дробовик. Постой, я тут вообще еще ничего не собрал. Как же я это сделаю? Надо найти все детали. Угу. Проверяй все. Все в шкафы и полочке. То есть бабушка может быть и на шкафах, и в полочках? Нет, там могут быть разные вещи. Кстати, она на шум прибегает. Вот если ты пошумишь, она прибежит. Ты в шкафу сейчас? Она наши голоса не слышит? Нет. Вернулась. Ушла. Что делать? Уже можно выходить? Да, да, да. Какая злая эта бабуля. Конечно, тяжела жизнь пенсионера. Аааа! Какая? Анна напала! Нет, это не она. Это капкан, точно. Ты был прав. Соловин? Ого. Ты знаешь, я, наверное, не успею. Да нет, давай. За пять дней? Угу. Я еще ничего не нашел. Что же делать? Угу. Убегай! Быстрей! Спрятался? Пыталась убежать. Хорошо, что она вот такая быстрая. Это хорошо. Да. Под кровать. О! Под кроватью она никак не может найти? Может, может. Если она видит, что ты туда залез, она тебя достанет. А, если при ней туда, да? Угу. А так она не знает, что ты туда спрятался. Ну что? И это жуткая музыка. Ну, да, да. Я слышу звук. Какие-то удары. Мне кажется, это капканы она. Оставляя новые капканы? Ха-ха-ха. Да. Эх, бабушка-бабушка. Нет, так не получится. Я вообще еще ружье не собрал. Ну... Всего-навсего пять дней. Мало. С первого раза такое не выйдет. Хм. Ну что, было страшно? Ну, чуть-чуть было страшно. Жутковато. И на самом деле, мне нужна небольшая пауза. Вот такая вот история. Круто. Все, ложитесь спать. Нет. Ну нет, давай еще одну. Еще? Да. Последнюю. Договорились? Да. Хорошо. Как-то раз в один из дней Артур и Настя Фоллоу Ми решили, как в игре Грэни, забагать ее сестру. Ты разве не хочешь пролетись по всем темным уголкам? Нет, нет, нет. 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 Идем, идем. Продолжение следует... Настя, привет. О, привет. Пошли гулять. Мне нельзя. Что? Нельзя. Что ты сказала? Зайди ко мне. Хорошо, сейчас приду. Жду. Настя, привет. Что делаешь? Да вот, в телефоне сижу. Слушай, а зачем ты сидишь в телефоне? Пошли лучше на море. Мне вообще из номера выходить нельзя. Ах, и бедно. Приехать на море, чтобы сидеть дома. Угу. Ладно, я думала, мы пойдем куда-то погуляем. Я тоже так думала, пока не пришла Лиза. Ну ладно, в номер посидим. Что у тебя есть на телефоне? Всякие игры, инстаграм. А ну дай, посмотрю. А Грэни у тебя есть? Грэни, но мне она не нравится. Не нравится? Так потому что ты не играла. Давай сейчас я тебя закачаю. Вот, смотри. И как в нее играть? Ты попадаешь в дом бабушки, и задача очень простая. Просто убежать от нее. Но убежать непросто. Так это скучно. Да нет, ты просто еще не пробовал играть. Смотри. И что делать нужно? Нужно убежать из этого дома. Ты должен собирать все предметы. Какие предметы? Ну, разные там. Ну, это плоско, губсы, шестерек. Я! Она меня вырвала. Интересно. Смотри, на ее можно забагать. Кого-то она мне напоминает. Тоже не дает выбраться из дома. Я понял, кого ты имеешь в виду. Угу. Дай я поиграю. Так ты не рассказал, как ее багать. Нужно залазить под кровать и вылазить из-под кровати. И так очень быстро. И она встает добрая, никого не трогает. И ты можешь ходить по всему дому и делать, что хочешь. Вот смотри, сейчас я тебе покажу. Вот так вот надо делать. Быстро, быстро, быстро. Сейчас она придет. Ну-ну-ну. Еще быстрее. Она уже подходит. Да, получилось. Она на одном месте ходит. Угу. Вот смотри, теперь ты можешь сделать все, что хочешь. Да, прикольно. Жалко, что в жизни нельзя забагать. Например, Лизу. Да, прикольно. Мы бы пошли. Ну так что, попробуем? Думаешь, получится. Ну? Ну, я знаю. Давай попробуем. Слушай, а это было бы прикольно. Да, это было бы очень прикольно. Она такая ведет и не стереть. Идет и не на одном месте. Слушай, ну давай попробуем. Помнишь, там вначале нужно, бывает, кинуть бутылку? Я знаю лучший способ. Как? Готов приседать? Да. И сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда. Лиза, я иду гулять. О, она идет. Натя, я тебе говорила, никакого моря, никакого пляжа, никакого... Ура, ты забыла! Получилось! Идем на море. Идем в бассейн. Пошли. Получилось! Ну что, куда идем гулять? Ты мне показал ту страшную игру, а теперь я покажу кое-что страшное, только в жизни. Идем. Может быть, не надо? Это в этом корпусе, недалеко. Идем. Ну, ладно. Идем. Это страшно. Вот это место. Идешь? Ну что, залезай. Давай. Давай, давай, залезай. Сейчас увидим, как тут не страшно. Здесь светло, а там и там темно. Идем туда? Ну, не знаю. Давай. Смотри, камеры видеонаблюдения. Это Грэнни за нами смотрит. Коля, Лиза. Вот. Как не было людей. То есть, это можно было следить, как мы сюда шли? Да. И она все знает. Ну, мы все, посмотрели. Нет. Это еще не все. Ты разве не хочешь пролетись по всем темным уголкам? Не-не-не-не-не. Нет. Нет. Идем, идем. Знаешь, что это может быть? Какой-то питомец. Грэнни. Грэнни. Да. А я уже думала, это какая-то шерсть. А вдруг это кровать питомца Грэнни? Мы что, сюда приехали не на море, а на чердаках ластить? Я пойду. Но это же приключение. Стоп. Я не хочу никаких приключений. Идем еще в тот угол и пойдем на море купаться. Все, идем. Идем туда. А теперь я покажу тебе. Просто шикарнейший вид на море. А ну-ка. Вау. Реально круто. Идем гулять. Угу. Пошли. Ну что, страшно? Нет. Ну вот. А теперь гулять. Пошли. Нигде. Нигде. Все. Слишком. Где мою площадку? Пошли. Бежим. А теперь... Смертель. Пару. Не, не буду. У-у-у. Какая красота. Давай покатаемся. Держись за петухами. У-у-у. Как круто. Видишь, это гораздо круче, чем играть в эту Грэнни. Это площадка сама, как из игры Грэнни. Вот, смотри. Вон тот колодец. О, реально, это как колодец в Грэнни. А вот этот домик, как во дворе у Грэнни. Да, реально. Бежим. Интересно, кто делал эту площадку? Походу фонарь в Грэнни. Да. О. Что? Нужно найти ключ, шестеренки и... И взять оттуда ключ. Ну, там, может быть, шестеренки. Ого, какая здесь. Ладно, я сидит, съеду, потому что так не могу. Смотри, это как кровать сландарина. Вообще не похожа. Ну, вот, смотри. Боюсь, не боюсь, сландарину ложу. С первого удара. Все, правильно. А вообще можно... Падай сюда. Нет. Я не буду ногу часа. О. Ну что? У-ху-ху. У-ху-ху. Смотри. Это... Эй. Бежим, бежим. Нет. Нет, 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 нет. Все-таки круто на море отдыхать. Фух. Хотя что, подожди. Нам круто. А Лиза в номере стоит забаганная. Бежим, бежим. А как разбагать? Ой-ой-ой. Бежим. Побежали. А так. Машина заклинила? Да, заклинила. А как? Артур придумал. А что я? Это ты сказала. Давай попробуем. Баг, баг, баг. Баг, 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 баг. Мои-мои-баги. Мои-мои. 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 нет ребят еще одну это будет уже перебор ну хотя у меня есть история про перебор с грэнни хотите услышать да а можно было потому что грэннице сеструет ребята что нам 500 километров нужно ехать к бабушке мы сейчас едем на заправку все заправились теперь едем дальше давайте какой еще телефон нет давайте договоримся никаких телефонов не давид не артур играть хватит а тем более ты давид вообще уже постоянно играть в грэнни какой телефон нет ничего не дам хватит играть тем более ты играешь в одну игру и все такое огромное количество игр сделано ты только в грэнни в грэнни наверняка уже скоро будет казаться тебе что всюду грэнни всю дубля что это такое давид это на чем ты играешь а я же не на телефон играл на ипаде и говорю что только на телефоне нельзя вот это хитрый я имел ввиду все и телефоны планшеты полностью все запрещено смотри на то что вокруг а и 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 Слышал, Артур? Вот это да. Уже даже в поле, кажется, везде ему Грэнни. Давид, это хорошо, что ты еще не играешь сейчас. Рассматривай все вокруг, природа. Отдохни уже от этих мобильных игр. Грэнни? Где Грэнни? Давид, сколько можно уже? Ну вот давай сейчас подъедем. Сейчас уже окончательно, чтобы ты показал, где она. А если ее не будет, то все. Ну где Грэнни? Разваленные дни. Да вон там мутается. Давид, ну вот только ради того, чтобы ты уже ехал и молчал. Вот, смотрим. Грэнни нету. Да там мутается вообще-то. Слушай, ну тут конечно жутковато, но не настолько, да, чтобы мерещилась Грэнни всюду. Разваленные, и все. Да вон она. Пап, давай выедем, пусть покажет, где эта Грэнни. Давай, давай. Ну что, достаточно тебе? Едем уже? Да нет, да она правда там есть. Пошли покажу. Да, сейчас пойдем посмотрим на нее. Ну давай. Кто-то там шумит. Да это она Грэнни. Да нет, какая Грэнни уже? Может поехали? Да нет, давай посмотрим. Ладно, ладно, давайте минутку еще вот сюда пройдемся и все. Чтобы уже точно Давид убедился. Ну что, едем? Да нет. Давид, уже честно надоел своей Грэнни. Да нет, Монтон. Стойте, стойте тут. Я сам пойду проверю. Давай. Все замечательно. Доказано, никого нет, все нормально. Можем ехать. Что вы так смотрите? Куда он упал? Вроде никого. Откуда эта бита? Я сам не знаю. Откуда там выпала? Да говорил, что там есть Грэнни. Уходим уже отсюда. Тогда уезжаем. Слушайте, что-то я уже сам боюсь. Нужно ее оставить здесь. Все, давайте, уходим. Можно это и возьмем с собой? Да нет, нет, нет. Нет, это какая-то... Она какая-то мистическая. Лучше такие предметы вообще с собой не брать. Ну что, мало ли что произойдет. Все, быстро, машина. Ой, я забыл еще в кусты сходить, хорошо? Ну, давай, да, хорошо. Все, можем ехать, да? Нужно быстро отсюда уезжать куда-то, да? Да. Что это такое вообще? Ехали-ехали солнце, а теперь резко портится погода. Прям потемнело. Что это такое? Это, случайно, не связано с нашим заездом в эти развалины? Да я не могу. Антон, что? Но ты потемнела. Ну и что, было светло, сейчас стало темно. Это волшебство Грэнни, я тебе говорю. Папа, он считает, что вот это вот потемнело только из-за волшебства Грэнни. Давид, точно. Просто заехали в местность, где тучи, где дождь идет. Вот он уже тут полным ходом. Нет, я тебе говорю, ну это Грэнни. Нет тут никакой Грэнни. Вот видишь, это я говорю тебе, это волшебство Грэнни. Грэнни не Грэнни, но это дождь какой-то странный. Да. Что-то с ним не так. Между прочим, по прогнозу так и было. Поэтому не надо себе выдумывать что-то. Грэнни какая-то. Ого, сколько воды. А что это такое? Ого, это, наверное, город Санкт-Грэнни-Борг. Что ты шучишь? А ты что постоянно боишься? Грэнни, тучи, дождь. Ничего страшного нет. Ну вы даете. Ну что, нормально? Почти уже ясное небо. Слушайте, прям удивительно. Солнце было, потом резко тучи отовсюду, ливень. Сейчас опять солнце. Как это-то? Мистика какая-то. Да я сам уж очень никогда не видел, чтобы такое было. А зачем мы остановились? Слушайте, ну это сюрприз. Мы остановились, чтобы посмотреть один из самых крутых троллеев. Троллей. Знаете, что такое? Троллейбус. Зачем на него смотреть? Да. Какой троллейбус? Нет, троллей. Сейчас увидите. Хорошо. Раз, два, три. Ну что, давайте я съезжу и через минут 15-20 снова меня сюда привезут. Угу, конечно. Мы тебя здесь ждать будем. Нет, поехали дальше. А я бы покатался. Тут никакая грязь не догонит. Круто. Ладно, идем. Что такое? Опять Грэнни? Нет, бабочка поетела. А, бабочка? Ну хоть бабочка уже. А то Грэнни везде мерещится. Идемте в машину. Угу. 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 Что интересно на дорогу смотреть? Пока мы ехали, я несколько раз видел Грэнни. Это она вот так вот стоит и говоришь. Вот она в поле стоит. Мы ее проехали, она осталась позади. Потом она быстро бежит, бежит, бежит. Встала и говорит. Привет, Давид. Ты говоришь. Вот она стоит. Мы ее опять обогнали, и она опять осталась позади. И потом она уже летит на самолете, потому что она уже устала и опять стоит. I see you. Это так по-твоему, а? Да она просто может телепортироваться. Телепортироваться? Да не может никто телепортироваться. Да и вообще не существует этого персонажа. А что ты беду не забрал? Побоялся что ли? Она же чья-то. Хозяин придет, а она исчезла. Поэтому и не взял. Ты хозяин придет, а хозяйка. Хоть там и шутковато, но это точно не кренит. Это кренит. Падают обороты и... Что такое? Не знаю что, это резко как-то все отключилось. Что делать? Что-то запищало. Панель приборов начала мерцать сильно. Слушайте, это что-то непонятное. Вот оно все замигало, исчезло, замигало, исчезло. Как короткое замыкание какое-то было. О, завелась. Ну вот это да сегодня. Дожди, автомобиль как-то себя странно ведет. Да виду мерещатся всякие еблицы. А можно было потому, что треницу существует. Вообще сегодня какой-то странный день. Все было хорошо, пока мы не побывали на вот этих вот развалин. Правда, после такого начнешь верить в какую-то мистику. Друзья, кстати, если вы что-то заметили, почему вот какие-то эти странные совпадения случились, напишите, пожалуйста, в комментариях. Пожалуйста, ставьте много лайков, чтобы эта мистика побыстрее развеялась. Вот так вот все произошло. Я помню, да, как это было. Может, еще одну, самую-самую последнюю, а? Ну что, вы не понимаете, что дети должны уже спать. Ну? Но хотя есть одна история про то, как вот кто-то из вас тоже не понимал связанное с Грэнни. Давайте, ладно, ее тоже расскажем. Ой-ой-ой, Грэнни ждет. Давай убегай, Усан, убегай, убегай. Так, Востойте, что убегали? Грэнни. Ой-ой-ой, опять Грэнни. А должны были учить английский. Это так вы учите английский, да? Там дроп, Грэнни, вот это да. Артур, все. Время учиться, уезжает нам скоро. Поэтому, Давид, быстренько садись со мной рядышком. Артур, все, не отвлекай. Давай, иди в другую комнату вокруг. Вы успели хоть что-то выучить? Нет. Давай, нам быстренько-быстренько что-то нужно сделать. Окей, let's start. Морская звезда. Морская звезда, да? Да. Starfish. Ну, скажи. Starfish. Молодец. А просто рыба будет фиш. Ну, скажи, фиш. Фиш. Крэп. Крэп? Да, краб. Shark. Shark? Shark это акула. Правильно. Good. Very good. Please, Давид, find octopus. Где? Октопус это кто? Осминог. Осминог. Правильно, молодец. Please, show me a seashell. И акулски. Very, very good. Excellent. And now, please, show me dolphin. Where is the dolphin? The dolphin is here. Thank you for this lesson. That's all. And now we're going to granny. What? We're going. То есть, мы едем. Мы уезжаем. Или мы идем. Ну, мы же поедем, да? Сейчас. You're ready. Уезжаем. Крэнни. Чего это вдруг? А то... Быстрее, быстрее, быстрее. Ребята, не разговаривай. Давид, собирай вещи, которые хочешь с собой взять. Я вообще ехать не хочу. Можно я не поеду? Ну, как-то можно не поеду? Ну, уже все. Ты хотел же поехать. Она ждет тебя. Поэтому быстрее собирайся. Она меня ждет? Конечно, ждет. Очень ждет. Она уже соскучилась так сильно по тебе. Так что нужно быстрее собираться. Английский язык тоже с собой берем. Там как раз с ней все повторишь. Да? Она постоянно спрашивает. Учит Давид английский язык или нет? Да, она тебя ждет. Она уже у меня спрашивала. Where is the day? Я не хочу ехать. Давид, как не хочу? Наоборот. Мы уже выезжаем. Готов? Собирайся быстрее. А на сколько мы дней уезжаем? Но мы тебя отвезем, и ты там побудешь 5 дней. Сколько доеду футбол брать? 5 на 5 дней. Давай, можешь взять какие-то необходимые вещи, что хотелось бы. Давай, это... Ну, не знаю, возьми что-то и заберешь на себе. Хорошо? Повыбирай, хорошо. Артур. Что? Что надо в грейне, если хочешь пройти? Что за вопрос, если мы сейчас играли в грейне, ты все видел? Ну, то игра была, но мне сейчас надо. Все, что тебе надо, это сейчас собираться. Так что, собирайся и уходи. Я вообще не помню, что надо брать. Но от елки надо брать. Вроде бы все взял. Папа, я уже собрался. Уже собрался, молодец какой. Вот это ты все берешь? Да. Арбалет? Медведь? Да. Зачем тебе с собой медведь? Чтобы сандальеру вызывать. Что? Медведь, чтобы сандальеру какую-то вызывать? Не знаю. А инструмент тебе зачем? Молоток? Ответка? Чтоб пройти игру. Какую еще игру? А это? Думаешь, тебе тоже пригодится с собой? Да. Главное, конфеты он взял. Это мои. И все равно, Дэвид, вот эти все инструменты ты с собой не берешь. Пап, как это? Мне все это надо. Все это надо. Никому это не надо. Остается дома. Это чтобы тебе интереснее там было играть. Но чем-то другим. Папа, отдай. Отдай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Только конфеты у меня остались. Ладно, найду там у бабушки Грэнни в доме. Ух, все собрался. Я собрался. Молодец, потому что мы уже с папой тоже собрались. Класс. А может, ты со мной поедешь? Не-не-не, мы только тебя отвезем. И к тому же у меня своих дел полно в городе. Почему же мы маленькие и я должен ехать? Да ну, тебе понравится. Ага, сильно понравится. Пошлите, идемте. Ой-ой-ой, Грэнни ждет. Папа, идем, 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 добей. Let's go. The car is waiting. Waiting to go. Ну что ты, почему ты не хочешь? Потому что. Как это потому что? Потому что. Ты уже собрался, пора ехать. Ну. Ну что это такое? Ну Давид. Ну почему нет? Мы же с тобой договаривались. И ты говорил, хорошо, я поеду. Отлично. Нет, уже нет. Почему нет, скажи. Потому что. А ну сейчас, секундочку. О, вот и звони твоей Грэнни. Хочешь поговорить? Не хочу с ней говорить. Постой, это даже неудобно. Конечно поговоришь. Давай, то она тебе сама скажет. Это, кажется, не Грэнни, а бабушка моя. Конечно, а ну дай. Алло. Ну мы уже выезжаем. Давай наберем тебя позже. Окей? Да. Счастливо. Счастливо. Мы едем Грэнни. А? Ха-ха. Говорил? Давид, ну ты даешь. На пять дней даже говорю, все как в игре. Я же тебе по-английски говорил. Да. Грэнни. Или бабушка. А ты, оказывается, подумал. Ну что это? Грэнни это бабушка? Конечно. Ты что, не знал об этом? Не знал. Ты же английский язык учишь. Я поэтому и сказал Grandmother. Или ласково Грэнни, сокращенно. Ну что, Давид, уже выучил теперь? Да. Молодец. Да, после того, как игра вышла, Грэнни звучит не ласково. Теперь понятно, почему ты собрал молоток, отвертку. Все остальное готовился как в игре, чтобы сразу все у тебя было. Ух ты, оказывается, столько всего связанного с Грэнни, а мы ее уже забыли. Это точно. Но вообще у нас огромное количество крутых историй, поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали. И спасибо всем за лайки. Все, пока-пока. Подпишись, а то придет Грэнни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!